Все началось с того, что Маша в минус 5 на улице сфотографировалась в одном платье и говорила, что здесь очень тепло. Я приехала в легкой одежде, меня привезли в город, сказали, мы здесь полчасика походим. В итоге в первые полчаса меня засунули на мост какой-то, который раскачивался, я чуть не упала и не умерла. А потом два часа водили по горам и бросили вот рядом с ГЭС. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Мы находимся на Алтае, в казино Алтай Пэлос. И сегодня пятый день, первая в России серия Евразийный покер-тур. И ровно пятый день, как в турнирном зале Алтай Пэлос, нет ни одного свободного стола. Именно сегодня мы решили узнать, что такое настоящий сибирский покер. Покер в Сибири замечательный. Я очень рад, что наконец-то серия состоялась и состоялась именно у нас. Здесь я коренной, не коренной сибиряк, но живу здесь большую часть жизни своей. И я всегда мечтал попасть на реальную серию и вот, наконец-то попал. Как складывается? Складывается по-разному. Честно говоря, больше мне везет в любви, чем в картах на этой серии. Но я об этом не жалею. Это просто отдых для души. Ну и для тела, учитывая, что на Алтае хорошая природа. Крепкие, почти как челябинские суровые мужчины. Покер отличный, вообще отличная атмосфера. Ну, составы разные бывают, ну, как попадешь. Есть, конечно, очень сильные ребята, молодые, да, есть и зрелые игроки такие. Ну, есть и новички совершенно, их достаточно много, которые играют в очень простой покер. Эта серия с самым маленьким гарантом, которую я выставлял, но с самым шикарным отдыхом. Ребята, приезжайте сюда даже просто отдохнуть. Здесь все супер. Играет музыка Итак, говорили у нас 15 тысяч, 30 тысяч, антей 5 тысяч. И мы продолжаем топ-нет. Всем удачи, господа. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт, ты настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит мать. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт, ты настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит мастер! Это второй кубок в моей жизни. Это реально все второй кубок в моей жизни. Я уже рассказывал, что первый я выиграл тоже на турнире Poker Club Management на Мальте. Чуть поскромнее стекляшка, это смотрится куда красивее, но я думаю, турнир здесь был гораздо сложнее, и реально соперники были достаточно сильные, а на финалке, ну я бы сказал, сильный был состав, то есть я думал, что в турнире и по 100 долларов, ну пусть там с нескими рентрами будет рентрами, что вообще будет послабее. Вот, в общем, я рад, счастлив, потому что, ну я предлагал даже ребятам втроем поделить, готов был немножко денег отдать и забрать себе кубок. И я рад, что они не согласились, потому что теперь у меня получается полноценная честная победа, нежели чем если бы я просто себе забрал кубок по дележке, это было бы, ну, что-то такое, фальшиво. А так вот он настоящий, родной, золотой. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит мазь. Ну, у меня была смесь разных предчувствий, я не люблю слово «знаки», и меня смущала здесь погода, дороги скользкие, я не был уверен насчет там летной погоды, все в порядке будет в аэропорту. Ну, плюс у меня оставался хороший стэк, я понимал, что непрофессионально уезжать. Ну, конечно, ключевое слово сказали все вы. Артур Гведонович, который сказал, что обязательно нужно оставаться, Серега Петин, Миша Кондратов. Ну, ты меня хотела выгнать, но на самом деле ты мне тоже сильно помогла, что нашла товарищей, которые мне поменяли билет в аэропорту в Москве в Шереметьево, все это сыграло большую роль. Ну, я вот Артуру и вчера и сегодня говорил, что я либо бабл бой, либо выиграю. Повторяюсь, но чуть я не вылетел на бабле, ну, там тяжело было, выживал. А потом все, бабл я прошел, я понял, что турнир мой, и, в общем, вариантов-то нет других. А помогла подготовка в офисе вручение кубка? Может, это визуализация, кстати? Ну, вот надо об этом думать, я считаю, что все взаимосвязано, и когда я рассказываю про интуицию, про шестое чувство, про веру в себя, Лера меня всегда убеждает, что нужно верить в себя, и вот как раз она расскажет, что ты должен представлять, как ты что-то выигрываешь. Наверняка это тоже играет свою роль, потому что вот сейчас, когда мы втроем поделили, и даже я проиграл, алын остался, ну, с небольшим стеком, да, ну, выставление блайнд на блайнд, я сверху проиграл, я даже сказал, что, ну, вот он, ключевой алын был за кубок, все равно я как-то, ну, был уверен, что кубок мой, потому что, ну, как, ну, вроде вот все совпало, и я знаю, что он мой, то есть как он может быть не моим, я не понимал. Так что в этой вселенной этот кубок мой. Ну, и последний вопрос, что ты, в принципе, в общем, думаешь о развитии дальнейшем блокера в России на Алтае? Ну, об этом пусть думает Артур, у него как раз и голова большая, и умная, и он у нас лучший организатор, это не потому, что он мой хороший товарищ, много чего здесь показал, вот, но у него данных гораздо больше. А что касается непосредственно Алтая, то здесь отличная площадка, и вот даже когда у нас здесь были некоторые трудности с отключением света, воды и с тем, что нам выдали всего лишь утром по одному бутерброду, вот. Ну, опять же, мне очень нравится, я приезжаю, мне нравятся какие здесь добрые, приветливые люди, очень нравится играть. Вот наши небольшие турниры, потому что никто здесь не сидит в очках, ну, за редким исключением, никто там не уходит в танк, все с тобой общаются, все получают удовольствие. И, конечно, тяжело, я не буду лукавить там у нас с покером, пока его не легализуют, но, в принципе, видно, что люди хотят играть. И вот, конечно, такие турниры, если наше там правительство особенно, ну, хоть немножко протянет руку помощи, турниры с небольшими боинами, я думаю, там, в диапазоне от 100 до 1000 долларов будут собирать очень много народу, и это будут, ну, просто прекрасные фестивали не просто покера, а отдыха, настоящего праздника, развлечений, всего, что только можно придумать. Ну, конечно, я, можно сказать, вдвойне счастлив тому, что выиграл тот турнир, партнером которого стал «Покердом», то есть первая совместная серия «Покерклаб менеджмент» и «Покердом». Я еду, да, я собирался поехать еще и до того, как Артур и наш замечательный рум стали сотрудничать, но вот я сюда приехал. Я всегда говорил, это не потому, что я здесь выиграл, не потому, что, опять же, мы все с вами товарищи. Артур, без сомнения, лучший организатор покерных турниров в России, один из лучших в мире, я думаю, может быть, даже лучший в мире организатор покерных турниров. «Покерклаб менеджмент» – отличная компания, потому что я люблю вас всех, ребята, потому что мы помогли выиграть этот кубок. И, в общем, все круто. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать и дальше, и, собственно, на территории России, не только, а в первую очередь в России, я думаю, в городе Сочи, если совместные турниры будут организовать «Покерклаб менеджмент» и «Покердом», то это будет очень круто. Ну, а выиграю, конечно, я. Ну, я прилетел, приехал в казино, думал, сейчас сяду сразу, прихожу, сидит только Маша, ест кашку. Я присоединился, поел, и мы поехали в горы. Это же горы, правильно? Красота, конечно, неописуемая. Отличается сильно от Казахстана, даже от северного Казахстана. Я думал, что-то похоже на север нашего типа Барагова, но абсолютно другое. Очень красиво. Река Катунь, Чемалская ГЭС, горы. Её бросили в горах, а я её в горах нашёл. Да. Всё. Мы остаёмся в горах. Нет, мы отсюда выбираемся. Пожалуйста. Это уже от вас не зависит. Мы не ели три дня.